Всем привет, с вами Минеральный, и сегодня мы продолжаем выживание в зомби-апокалипсисе 100 дней. В прошлой серии мы зачистили вон то ущелье от зомби и уничтожили все спавнеры. И теперь оно чистое и белоснежное, просто кайф, я б сказал. И помимо этого мы зачаровали все мои шмотки, как видите, я сияю как звезда. Ну а перед тем, как начать данный ролик и заняться чем-нибудь интересненьким, я напомню вам, что вы подписались на канал, поставили лайк и, конечно же, нажали на колокольчик. Ну а мы начинаем. И ко мне тут поступила информация, что неподалеку от моей деревни есть секретная база. И мне даже выслали ее координаты. Мне кажется, нужно сходить и посмотреть, что же там такое интересное происходит. И настолько ли она секретная, как моя база. Хотя моя совсем не секретная. И знаете, по-моему, это мой косяк. Вроде в зомби нужно строить секретную базу все-таки. Ай, ладно, в принципе, и так неплохо. Давайте мы возьмем все самое лучшее, чтобы отправиться в наше путешествие. И вот косяк, я понял то, что у меня заканчивается еда. Да, где-то ее срочно нужно добыть. Но на моих грядках до сих пор пусто. Что за фигня, ничего не понимаю. Ничего еще не выросло. А где добыть еду-то? Придется, наверное, поискать овечек где-то в окрестности. Потому что я больше не вижу вариантов. Ну что, овечки, покажитесь, отзовитесь. Если появится какой-нибудь свинь, я тоже не буду не против его убить. Конечно, я бы хотел попробовать какой-нибудь деликатес в виде улитки. Но улитки ничего не дают. А улиток здесь целая поляна. Вы что, здесь пасетесь, что ли? Чем вы занимаетесь? Ничего я не понимаю. Что они здесь задумали? И вот какая ирония судьбы. Здесь вообще ничего нету абсолютно. Нигде вокруг. А, нет, вот чики-бомбони же, е-мое. Раз чики-бомбони, два чики-бомбони. Ооо, я нашел целую полянку. Класс. Теперь я добуду очень много еды и буду готов как никогда. Что это, белые буренки? Вы что, какие-то снежные? Ну, ладно, без разницы на самом деле. Еду вы даете точно такую же. Срай, говядина. Блин, странно, что со своим мечом я не убиваю всех овечек и всех коров просто с одного удара. Это было бы весьма логично. Нет, серьезно, что ли, ночь наступает? Хм-м-м. Ладно, я думаю, я справлюсь со всеми зомби. Мне проще будет залутать всех овечек, которых я сейчас встречу. Это будет, наверное, логично. Потому что когда я еще сюда пойду? Наверное, никогда. Ооо, 21 срай, баранина. Мне кажется, мне этого хватит. Давайте уже пойдем обратно. Тем более, ночь уже вообще нормально так наступила. И, кстати, мой дом сияет как никогда. Собственно, как и я. Я просто звезда. И самое что интересное, я что-то не вижу никаких зомби. Они, что ли, не заспавнились? А, нет, это была моя ошибка. Вон они действительно есть. И все они бегут на меня. А бег у них увеличился, видимо, в разы. Потому что они нормально меня так преследуют. Они, по-моему, даже не отстают. О, в натуре, как спортсмены какие-то. Ладно, придется очень быстро бежать и возвращаться. За домашние они меня, конечно, радикально не смогут. Но они меня на самом деле пугают. Посмотрите, какие у них прожектора вместо глаз. Кошмар. И, как видите, все реально отлично. Я нормально пришел в свой дом. Никто меня не преследует, что они преследуют. Но они даже через двери пройти не могут. И пойдемте ложиться спать. Надеюсь, никаких зомби нет на моей территории. И я спокойно смогу лечь. Нет, серьезно. Есть вокруг какие-то монстры. Ладно, придется убивать. Тебя, что ли, надо убить? Ладно. Кто еще? Кто еще напросился тут? А, вижу тебя. Ты что, мои посевы тут топчешь? Ты что, дурачок, что ли? Хотя уже на самом деле не важно. И, наконец-то, ложимся спать. Закидываем все мясо, которое мы добыли. И возьму с собой, наверное, щит. На всякий случай. Смотрите, какой он понтовый. У него максимальная защита 2500. Не знаю, что это значит, но звучит круто. И, тем более, смотрите, как он понтово подходит к моему костюмчику. Его бы еще зачаровать и было бы топ. Все, моя жареная баранина уже готова. Отличненько. И все, выдвигаемся в наше путешествие. Хотя, наверное, это нужно было делать с утра. Но, что поделать. Придется, наверное, днем. И, надеюсь, будет место, где можно будет поспать. И вот она, кстати, секретная башня. Кто б знал, что она там действительно находится. И меня не обманули, по моим секретным данным. И что же делает эта секретная башня? А, она просто нужна для этих камер. А вот за заборчиком, видимо, находится именно она. И там очень много зомби. Очень странно, наверное. Обычно ограждения создаются для того, чтобы ограждать людей от зомби. Но в данном случае, наоборот, зомби почему-то замкнуты именно в этом пространстве. Но как так это получилось, ребята? Давайте сломаем, что ли, убьем их всех. Потому что я не вижу больше никакого выбора. А, кстати, давайте подходите все. Надеюсь, они меня не будут дамажить. И надо зарядить. Ё-моё. Постоянно забываю заряжать мой дробовичок. Отлично. Все зомби вроде пришли и... БАУ! БАУ! Чёрт возьми, они не все отлетели. Ещё и зомби меня дамажат. Ладно. Как хорошо, что у меня есть мой прекрасный меч. Он сейчас убьёт всех. Первый раз, что ли? Вот, видите, нормально всех покрошили. Так, спавнера здесь нету, надеюсь. Ага, он есть здесь. Ломаем спавнер. Теперь понятно, почему зомби здесь появились. Потому что кто-то додумался здесь поставить спавнер. Очень странно. Опять здесь какие-то странные надписи. Я их не умею читать. Это очень странно по отношению ко мне. Зачем вы их здесь сделали? И я слышу, где это здесь зомби. Ну а где здесь вход на базу-то, я не могу понять. Эй. Так, давайте поставим на всякий случай забор обратно. Чтобы зомби не могли сюда пробраться, если чё. Когда уже наступит ночь. И мне осталось понять, где тут вход. Надеюсь, вот здесь вот. А, погодите, это какая-то красная вода. Чё за прикол? Реально, красная вода. А чё она делать-то? По-моему, в ней я себя отлично чувствую. И что дальше? Эффектов никаких нету. И, видимо, вход находится где-то сверху. Да, действительно, так оно и есть. Но почему здесь не было никакой лестницы? Это очень странно. И меня сразу ждёт какой-то зомби. Это чё, прикол какой-то, что ли? Ну-ка, пошёл отсюда. Погодите. А-а-а, здесь вход вниз. И там чё-то очень темно. Ладно, всё-таки придётся достать факел и убрать мой очень крутой алмазный щит. Постановим немножко здоровья и давайте будем пробираться дальше. Посмотрим, что там дальше будет. Я слышу, там, видимо, куча зомби. Это что такое? Почему-то здесь какой-то рычаг и просто тупик. И есть какой-то подозрительный и странный люк. Ну-ка, давайте его откроем и... Погодите. А-а-а, это просто включение света. Ну а как же пробраться в люк-то туда дальше? Видимо, под собой нужно ставить блоки, а потом уже ломать его. Ну-ка, давайте попробуем. Но поскольку я слышу зомби, наверное, это будет очень опасно. Но чё поделать? Мы в любом случае выбрали такой странный путь. Ага, здесь уже кроватка видна какая-то. Выбираемся дальше наверх. И здесь комнатка. Да, она закрытая. Здесь две кроватки, книжечка. И вот там куча зомби. Оу, а чё они меня дамажат-то, даже когда к двери я не подошёл? И здесь ещё зомби из звери выглядывают. Или это зомби-дверь? Ничего я не понимаю. Погодите, его можно задамажить, может быть? Нет, нельзя. Фух, ребят, ну я не знаю. Наверное, нужно достать мой щит и попробовать открыть дверь. Дамажим их, дамажим. Они не могут пройти в эту дверь. Кайф, вы посмотрите только на это. Я теперь могу всё уничтожить. О, спавнер. Ломаем, отлично. И здесь у нас, видимо, включается... Отключается свет. Простите, включается свет. Теперь нужно уничтожить тех зомби, которые находятся за той дверью. Очень страшно. А чё это? Как это так получилось? Почему здесь стоят две кровати? Ведь зомби очень много, и они просто не дадут здесь спать. Вон, вы только посмотрите, у меня ничего не получается. Блин, очень страшно, очень страшно. Ну, давайте откроем, давайте откроем эту дверь. И будем вот так вот потихоньку уничтожать этих зомби. Нет, они пытаются зайти в мою спальню. Так, давайте, я готов, я готов. Нет, не готов. Так, теперь меня троллит эта дверь. Открываем эту дверь и врываемся на тусу зомби. Ладно, давайте, подходите, все по одному. Ну, можете не по одному, можете по два. В принципе, мой меч справится со всеми. Отличненько. Это что такое? Так, активируем, что это такое? А, это свет просто погасло. А, простите. И там дальше опять куча зомби. Обалдеть, там, наверное, опять какой-то спавнер. Ладно, меня никто не задамажил до сих пор. Давайте, оп, открываем, ударяем. А, нет, один зомби забежал. Нет, всё в порядке. А ещё один зомби забежал. Целых два зомби забежали. Давайте, сейчас по одному я вас, короче, всех вырублю. У вас не будет никаких шансов. Вы чё, ребята, хотите, чтобы что? Чтобы чё, я вас боялся, что ли? Не, 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 я вас всех вырублю. Давай, все заходите. Мой меч справится со всеми. Ну, пока не сломается, естественно. Блин, видимо, там реально какой-то спавнер. Погодите-ка, я зашёл и спавнера здесь нету. Здесь просто была куча зомби, серьёзно? Ну, я их всех перебил. Я включил свет, окей. И за решёткой находятся какие-то необычные виды зомби. Я таких не видел, кстати. Они зелёненькие. Ну, то есть они вроде как обычные, но для этого прохождения они необычные. Ребята, а почему вы не вступаете в их элиту? Вы очень странные. Ой, погодите, они дамажат меня через решётку? Серьёзно? А чё вы, зачем вы это делаете? Я, кстати, могу вам свет, наверное, включить? Да, действительно так. И здесь какой-то командный пункт, я не понимаю. Я просто везде могу свет включать, и больше здесь ничего нету. Но почему зомби держат этих зомби в заключении? Хммм... Это я объяснить не могу. Выпускать я этих зомби, конечно, не буду. Пускай они здесь танцуются, они меня абсолютно не интересуют. Давайте пойдём в следующую комнату. Я потому что не знаю, что меня там ждёт. Но, видимо... Погодите-ка. Серьёзно? Это просто выход? И здесь абсолютно ничего нету? Ой, просто куча зомби на меня нападают. Но, по-моему, это просто обычный выход. Эй, я не понял прикола. Это чё такое? Здесь реально очень много зомби пасётся возле моей общежития. Так, окей, сваливаем, сваливаем. Нас вообще это не интересует. Фу, я всё-таки смог от них удрать. Это было очень сложно, ребят. Оказывается, это просто был обычный выход. Ничего здесь нету. Изловить здесь просто нечего. Оказывается, это просто тюрьма для каких-то необычных зомби. И, видимо, остальные зомби их охраняли. Это очень странно. Ладно, поскольку там ночь, наверное, нужно поспать. И на самом деле это очень-очень обидно. Я так долго искал эту базу, чтобы ничего не найти. Чтобы понять, что здесь просто ничего нету. Окей, ну просто зомби тут тусуются. Да, за решёткой. Блин, их возле этой базы очень много. Наверное, здесь тоже есть какие-то спавнеры. Но база, опять же, бесполезная. Потому что она ничего нам абсолютно не дала. Никакой информации, никаких ресурсов. Просто абсолютно пустая бесполезная база. Только лишь я понял, что она существует. Ладно, бежим к себе обратно домой. И по пути домой я нашёл эту шахту, которую я когда-то забыл. Так что давайте добудем, что здесь есть. А здесь, как видите, достаточно много всего интересного. Моя кирочка даст превосходный эффект. Потому что она заточена на эффективность 2. И, как вы понимаете, это не просто так. Ведь она эффективна. Ну и ловить здесь на самом деле больше нечего. Ну и на этом данный ролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось данное видео. А вы не забыли подписаться на канал, поставить лайк и, конечно же, нажать на колокольчик. Ну а с вами был, как обычно, Минеральный. И всем пока!